Вчера Путин сделал опять заявление по Украине. Даже уже не по Украине, то есть лететь будет с территории Украины по российским оккупантам на российской территории, а заявление касается теперь наших союзников Соединенных Штатов и Великобритании. Тот, кто давно смотрит мой YouTube канал и, конечно же, на него подписан и поставил колокольчик, тот помнит, что войну Путин начинал измерением подлетного времени. Из Харькова в Москву или из какого-то другого города, но опять же по российской территории. И тогда это казалось абсолютно бредом и сумасшествием, что говорит о гении внешнеполитическом Владимира Путина, потому что он это сумасшествие абсолютно четко реализовал на практике. Да, подписывайтесь, посмотрим на перекошенное лицо Владимира Путина. Да-да, нужно называть вещи своими именами. Вчера в Санкт-Петербурге Путин сделал очень громкое заявление. Смотрите на его мимику, моторику. Дед в шоке. Такое впечатление, что ракета уже зашла достаточно глубоко. И сейчас дискуссия идет о глубине России. Куда можно, где не глубоко, а где глубоко. Раньше считалось, что Курская область это уже глубоко. Но теперь выяснилось, что это еще не глубоко. В последние дни мы видим и слышим, как на очень высоком уровне в Великобритании и США муссируется тема о том, что киевский режим сможет наносить удары вглубь территории России западными вооружениями большой дальности. И, судя по всему, это решение либо вот-вот будет принято, либо, судя по всему, вообще уже принято. И это вещи, конечно, экстраординарные. Хотелось попросить прокомментировать то, что происходит. Глазки бегают. Путин думает. Что же сказать? Вроде как, а по плану я обещал парад в Киеве. А теперь вектор парада изменился. Нет, едва ли солдаты НАТО захотят провести парад в Москве. Хотя с мудаком Путиным все возможно. Почему не захотят? Потому что побрезгуют. И да, украинская армия тоже будут солдатами НАТО. Путин думает. Что же ответить? Ведь как это так? Все публично размышляют на тему, как будут лупить своими ракетами, ну, в смысле, украинскими своими, да, нашими ракетами по на российской территории. И Владимир Путин как-то приуныл. Чувствует глубину, очевидно. И вот здесь, пока Путин думает, на российские пропагандисты разошлись во мнениях. Так страшно или нет? Не надо бояться эскалации конфликта и войны с НАТО. Владимир Рудольфович Памет, он таким образом просто борется с паническими атаками. И после того, когда его выгонят из телевидения, и он получит пожизненный срок в ГАГе, если, конечно, доживет, то там он организует в ГАГе психологические курсы, как бороться с этими атаками, паническими, потому что с атаками на Москву, очевидно, уже все решено. И поэтому, если кому-то не страшно, как мудозвону, а ему как-то так не страшно, что всем становится страшно, есть другие дедушки поумнее, которым страшно. Причем страшно и дедушкам, я сейчас не о Путине, но и некоторым депутатам Госдумы. И да, и Оле Скобеевой тоже не смешно. Почему? Потому что она умная, и она прекрасно знает, что до ГАГе доживут не все, только счастливчики. Если ее будут брать в плен подписчики моего YouTube-канала, шансы есть. Ну, какие шансы? 50 на 50. Он пугает, а мне не страшно. Вот мы еще не дошли до того, чтобы сказать от лица Горького, или от лица Путина, или всего российского народа. Америка пугает, а нам не страшно. Это первое. Второе. Вам страшно? Да. Страшно не только ему. И это нормально. Почему? Потому что чувство страха, оно повышает шансы на выживание. Вот правда. Особенно во время ракетного удара по российской столице, внимание, при входе на съемочную площадку программы «60 минут» уже висят объявления, что нужно делать в случае ракетной опасности. Я там давно не был, и, соответственно, не могу вам сейчас об этом точно сказать. Но если не повесили сегодня, вот это объявление повесят сегодня только вечером, что со страхами там. Ну, это не так, что я дрожу каждый день. Но понимаете, что я имею в виду? Второе. Вернемся на Украину. Господин Лугового, видно, не страшно. Конечно. Немножко есть уже. Конечно. Не, вы хотите дождаться, когда эти ракеты полетят на Москву, на Аморск? Больше всего этого не хотим. Хотим это предотвратить. Тогда будет страшнее. На секунду, если верить в СНН, большую часть ракет, которую поставили на Украину, уже украинцы использовали. И это ракеты «Атаканс». То есть, по сути, бояться более нечего. Поставят еще. Поля пытается побороть свои страхи, но Третьяков не унимается. Он говорит о том, что если те, которые были поставлены, уже использованы, то что произойдет? Правильно. Поставят новые ракеты. Ну, мы еще наштампуем наших прекрасных дронов-палинетия, который в этой студии перед ракетным ударом назвали дрон-хлеб или дрон-каравай. Не надо забывать, для чего мы здесь собрались, чтобы услышать рекомендации Владимира Путина, что делать русским, россиянам, те, которые так аплодировали, когда начиналось полномасштабное вторжение, в случае ракетной угрозы. В Курске, в Белгороде уже это все прекрасно знают, и Путин продолжает думать. А российские пропагандисты продолжают дискутировать, страшно или нет. Значит, кому-то страшно, кому-то не очень, но некоторые решили переобуться в прямом эфире. С такими пропагандистами Путину, конечно же, победы не видать. Я мог бы попробовать спеть «Червона Калина» в прямом эфире 60 минут и посмотреть, что со мной будет. Но, к счастью для фрау Бербак... Я вам могу коротко рассказать, если надо. Ну ладно. Рассказать что? Что будет? Конечно. Если кто-то не понял, то это такой брейншторм. А как повысить шансы на выживание? То есть, мы же уже обсудили, что в Гагу попадут только счастливчики. Ну и вот они думают, что если ты в сложной жизненной ситуации начинаешь петь «Червона Калина», то украинские военнослужащие, они как-то расчувствуются и подумают, что эти люди не окончательные негодяи. Негодяи. Но, благодаря нашей информационной работе, которую мы делаем нон-стоп, таких заблуждений у нас быть не может. Давайте-ка разберемся. Ну вот, у Путина было несколько минут в Питере, в питерском дворе, постоять, подумать, поиграть желваками, поразмышлять на тему. Ну, что же там с подлетным временем? А, россияне, как вам подлетное время из Финляндии, Швеции? Вы же там, я слышал, хотели, чтобы НАТО сократилось, и оно отрицательно сократилось, и сейчас они там все скачут. Знаете, по какому поводу? Что беспилотники по авиабазе «Оленья» – это так она будет называться после войны «Оленья» – летели как раз из Финляндии. И что вы думаете, что-то произошло? Нет. Что они сделали? Причмокивают? Ну, Скобеева знает, простите, она тоже будет пробовать себя в жанре «Я спою червона калина, и это станет билетом в ГААГУ». Не уверен. Как мы уже тут заявили и четко зафиксировали, шансы попадания в ГААГУ достаточно велики. Те же, что и в начале видео. 50 на 50. Но далее у нас будет самое интересное. Путин решил ответить на вопрос. Как он будет отвечать, когда полетит на Москву? Происходит попытка подмены понятий. Потому что речь не идет о разрешении или запрете по киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так наносит. С помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами. Вы чувствуете, что у мудрого Владимира Владимировича этот факт, он уже не вызывает какого-то возражения. Он уже к этому привык. Что же делать? И россияне привыкли. Надо как-то поддержать наших соседей. Братушек, да? Поддержать. Есть у нас один неплохой рецепт. Они будут бить вглубь нашей территории. Мы должны быть к этому готовы. Как сказал Владимир Владимирович, они не будут бить вглубь вашей территории. Они уже это сделают. Сделали и будут делать. Ну, практически как лозунг нашего канала. Он же очень простой. Украина была, есть и будет. Ну и в данном случае мы били по России. Бьем и будем бить. До того момента пока не произойдет простое. Простое явление. Да, все знают, на российские солдаты, что у них есть две прекрасных опции. Уйди или умри. И почему две опции? Потому что Украина демократия. Она всегда предлагает право выбора. Так вот, внимание. Путин тут как норму выдает, что по российской территории бьют. Но другие дедушки чувствуют, что пахнет чем-то жареным. Жареным в районе Садового кольца. Я тут думаю, в полетные задания вносить мой московский адрес или нет. Но про полетные задания мы поговорим немножко позже. Тут просто в прямом эфире подсказывают, что Путин как-то дребезжит и не может понять, а что Россия и где она. И где она заканчивается, где она начинается. Так все не четко, непонятно. Но не так и с Московской областью можно потерять кадастровые книги. Учет из земли. Но если они решили пойти на эскалацию без берегов, пока они еще на нее не пошли, пока они нас еще только пугают в ожидании, что мы дадим слабину, что у нас, значит, а давайте все-таки переговариваться, а давайте приморозим. Ну вот этот визит Блинкина с министром иностранных дел Великобритании в Киев. Ну это же чисто пропагандистская история. Потом выясняется, а мы еще будем обсуждать. Но Великобритания уже давно дала разрешение на использование своего вооружения по того, что называется международно признанной территории России. Значит, Украина и ее союзники не пугают. Мы просто предлагаем россиянам убраться в направлении путинской резиденции. Всего-то навсего. Тут нет ничего страшного жить в международно признанных границах. Вот этот вот дедушка, который во время опроса «Тебе страшно, тварь или нет?» решил воздержаться. Но он как-то проговаривает по поводу того, что у дедушки, ну в смысле Кремлевского, у Владимира Путина, какая-то, ну, расфокус какой-то. Он не может определиться, чего он хочет и какие территории для России являются священными. Священными. Обсудим этот вопрос в следующем видео с нашими китайскими друзьями. Но отвлекаться не будем, потому что получать будет, естественно, в первую очередь, до Урала. Кстати, до Урала – это уже глубина, глубин России? Или еще на полшишечки? Возможно, опять же, надо спросить у Оли перед Гагой. Я, кстати, здесь вот только можно сноску поставить? Всегда. Вглубь России. А Луганск – это не глубь. А Бердянск – конституционная территория России – это не вглубь. А Донецк – это не вглубь. Мы должны просто понять, что все, что находится в пределах конституционной территории России – это вглубь России. И мы не должны даже в каких-то политических деконструкциях, извините меня за этот термин, разделять российские регионы на регионы Первого и Второго. Это недопустимо. В этом есть зачатки определенного сомнения в правильности конституционных действий президента и Верховного уголовного командования. А кто у нас является мастером по политическим конструкциям и деконструкциям? Ну, значит, Манничелла говорит, что да, Алпа нам лупит, нам это нравится, я сижу в бункере. Вот даже вот если вы посмотрите, где он дает интервью, значит, охрана все отцепила, он это делает в Питерском дворе, ну да, это там один из дворцов, но тем не менее. Нюанс в чем? Сверху здание. То есть они верхнюю полусферу закрыли на всякий случай, чтобы случайно что-то не прилетело. Потому что дискуссия о том, где же эта глупь у России, она касается Санкт-Петербурга в полном объеме. Ну, или, как сейчас принято говорить, на полную глубину. Но когда речь идет о использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история. Дело в том, что я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Но это спорная история. Дело в том, что ракеты большой дальности можно купить в любом военторге, вместе с формой. Не помните, где это мы слышали? И я тут вспоминаю молодость, хотя я и теперь, и сейчас тоже молод, красив, самоуверен, в полном расцвете сил. Так вот, отвечая на один из моих вопросов, Владимир Путин говорил, что если страна, которая симпатизирует оккупированной части Донбасса, передает туда свое оружие и артиллерию, и танки, то это уже не российское оружие, а, соответственно, этих территорий. Но в нашем случае мы в эту игру не играем, мы просто вооружаемся. И да, вот сейчас вот, видите, такой вот вопрос принципиальный, да, где глубина России. Путин про Курскую область вообще не вспомнил. Ни одного раза. Думаете, это совпадение? Я не думаю. А вы? Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников или Евросоюза, либо на Соединенных Штатах. В общем, с натовских спутников. Это первое. Второе, и очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать это не могут. Это так Путин решил. Говорит практически уверенно. Ну, потому что верх прикрыт, да, ручки трясутся, губки белые. Не могут, вот, ну, вдруг мы получили эти полетные задания по блютусу, нам перегнали, или по какому-то другому протоколу. А с другой стороны, ну, Путин же говорил, мы там кто? Братские народы. Отвратительная формулировка. Но раз это так, то мы знаем, где находятся российские оккупанты, и без наших помощников. Хотя, с другой стороны, мы что, должны оправдываться? Это война, она многоуровневая. У тебя, падла кремлевская, кто в союзнике Ким и Аятоллы, у нас тоже есть союзники, тебе подкинули ракет иранских, нам подкинули тоже. Ракет. Подкинули, подкинули. Тут в публичном пространстве разная информация происходит, но в Курской области прекрасно знают, что летит так, что шуба заворачивается и сдирает шкуру с российских оккупантов. Видеосвидетельств более чем достаточно. И вот тут Пу, старенький дедушка, который трясется и боится за свою голову, поэтому полусфера прикрыта, продолжает, намекает, что еще чуть-чуть и он начнет войну. Страшно? И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, Европейских стран в войне на Украине. Ну, во-первых, если нам кто-то помогает, это не значит, что они воюют. Солдат этих стран нет. И вообще, вот какая у него гибкая эта вот логика у Путина. Прям как глубина, глубина Российской Федерации. Очень гибко. Очень. Тут можно, тут нельзя. Вот эти ракеты уже как бы глубоковато. И Оля тут подсказывает, что тут уже глубоко. А тут, соответственно, если передавать бригадные комплекты оружия, вооружие, вооружие, боеприпасов, танков, САУ и много, много чего, то это можно. И Курская область тоже можно. Что-то тут в дедушке начали сомневаться другие дедушки, которые хотят достойно встретить московскую старость и умереть не от радиоактивного на загрязнение. Ведь когда Манничелла, а то, что он сейчас говорит, он типа опять тянется к ядерной бомбе. Надо напомнить кремлевским тварям, что все время в бункере ты не проведешь. Рано или поздно придется вылазить. Меня совсем не вдохновляет. У нас какая-то по-прежнему, я не знаю, даже в Аллахе, какая-то вера все еще в этот братский народ, Украины. Уже обманывали нас миллион раз за эти два с половиной года за предыдущие. Никто российских негодяев не обманывал. Им постоянно повторяют один простой тезис. Валите нахрен с территории Украины. Российские нацисты, российские оккупанты. Ну и да, опять это братья или не братья. Тут вот интересный момент. Этот вот дедушка, который хочет встретить московское долголетие, он важное понял. Какой-то с бородкой умный человек Запада все доказывал, что они в Киев приехали для чего? Просто цитирую. Для того, чтобы узнать на месте. Вот как Ким Ирсен в свое время приезжал на место и руководил процессом, стройкой, чтобы узнать на месте, что нужно там Зеленскому и там положение дел. У них там резидентура под каждым столом, там Киев набитый, они и так все знают. Они приехали для того, чтобы показать Москве. Мы не бросим Украину. Мы плевали на ваши удары по каким-то там военным заводам, электростанциям и что вы хотите сделать. Мы приезжали в Киев и будем приезжать в Киев и вы нам ничего не сделаете. Вот это нам нужно иметь в виду. Отсюда прогноз соответственно не очень хороший. Сделать то самое, как сказали на Банковой важнейшее заявление о разрешении бить по России, поэтому ждем. Продолжать. Ну здесь показывают Путин, Москва, Россия, как угодно называйте, мы вас а не боимся и мы вам не сдадимся. В частности на этом плацдарме, на украинском плацдарме. С прогнозом все понятно. По Москве будет лететь. Ну, конечно, россияне могут это остановить, но объективно могут. Достаточно не хочется повторять банальность вывести войска с территории Украины, тем более все равно закончится именно этим. И да, по ракетам ситуация вот такая. Британские правительственные источники сообщили, что решение о предоставлении Украине разрешения на использование крылатых ракет Storm Shadow по целям на территории России уже принято, однако ожидается, что она не будет публично объявлена в пятницу, когда Стармер встретится с Байденом в Вашингтоне. Публичное заявление о разрешении использования этих ракет Киевом сочли бы излишне провокационным. В Киеве растет ожидание того, что США и Великобритания наконец-то перестанут возражать против ударов дальнобойным оружием. Надеемся услышать долгожданное решение, которое позволит нам ударить по России. Что в этом издании прекрасно. Наконец-то кто-то осознал, что не обязательно сообщать о военных и военно-политических решениях в публичном пространстве. Можно просто бахнуть, а потом сказать «Русич, Русич, сдавайся, в плену тебя ждет что там, да ничего хорошее тебя не ждет». Хотя я тут недавно общался с людьми, которые написывают поведение российских пленных, вытянутых с Курской области, ведут себя нагло, требуют Красный Крест. Я, честно говоря, объективно, поступал бы с Красным Крестом очень четко. Не так, как россияне бахнули по Красному Кресту и убили троих сотрудников граждан Украины. Значит, Красный этот всратый крест доступ имеет к нашим пленным на территории России? Нет. Тогда какого этот Красный Крест должен иметь доступ на территорию Украины? Как это? Транспарентность? Все должно быть на принципах взаимности. Ну и на принципах взаимности перепуганный Путин говорит, что тогда война. Война с НАТО. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. И что ты тогда сделаешь, старый пень, который погубил столько жизней? Тем более, чего мы тут не слышим? Не слышим этой прекрасной сволочной аббревиатуры СВО. Война. Путин о войне заговорил. Ничего себе. Кто бы мог подумать? Два с половиной года ужасного кровопролития, и вот теперь мы размышляем на тему бить по Москве или нет. Парада в Киеве не будет. Кстати, ваше мнение, бить по Москве или нет? Я думаю, что сомнения здесь излишние. Именно удары по российской столице проветрят мозг, населению этого города, ну и с большой вероятностью они его за ноги и в окно. Я говорю о дедушке, о том безумном дедушке, которому на самом-то деле тоже страшно. По нему видно, деду страшно. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. и объявление специально для Владимира Путина. Его после этого хватит удар. Украина была, есть и будет. До побачения. украина. Украина.